роман добрый день ну что мы не мы неделю пропустили но в российском футболе была масса событий вот вчера я бы хотел начать вчера дал интервью ваш коллега по тому ломовому зениту игорь денисов и то что он говорит это душераздирающее зрелище ну во первых он хочет быть гендиректором клуба нам найти ну все хотят да и мысль нормально правильно правильно пойдет может получится станет дальше гендиректор ну то есть есть потенциал даже геркустом сказал что есть потенциал ну да и игорь нужны к нему еще знание игорь говорит потрясающие вещи то есть спросили что думаешь о скандале с романом широковым я скажу так половина судей рпл я бы с удовольствием сам ошарашил дубиной с удовольствие вот честно мы футболисты умеем драться и удар с ноги был по инерции значит да рома поступил некрасиво но я ставлю себя на место судьи сказал бы широкову давай с тобой один на один да деремся нормально вот это это как то есть вот он так так проблема если горит будет решать то мне кажется что карьера на посту гендиректор это недолго продлится как не решает и сесть просто воспитанная на еще старых понятиях когда не бежали сразу не снимали не писали заявление всякие поэтому так сказать раньше решили бы по-другому когда не было камер и лайков за то что за просмотре более в то время правильно решать вы попадали с ним такие ситуации когда вот кому-то говорит давай додеремся нормально но нет тот момент уже времени каждые два-три дня играли мне некогда было додираться с кем-то понятно как вам его версия история с с халком вот это вот вы же тоже были участникам событий что это было в тот момент в зените это расколола коллектив когда пришли халки вицель когда гарик стал говорить о тебе же скал почему расколол это больше шло от журналист из не там да нет подтвердил там ребят которые те же иностранцы они не понимают что происходит из-за чего точнее может быть до них доносили потом но более искаженном виде ваша версия событий давно и рассказывал ты больше проблемы руководства были которые не смогли решить этот конфликт а что должно было делать руководство повысить зарплату местным футболистам которые были уже не просил в одностороннем порядке поднимаем уже много раз рассказывали эту историю были гарик и все ребята там русские там условная скажем так группа лидеров да там шесть-семь человек мы же ходили там летом и гарик и все мы там слава все об этом говорят и говорили что нам нужно усиление мы хотим не из группы выходить в одну четвертую в полуфинал выходить ли чемпионов для этого нужно усиление если вы хотите на тот момент снайдер фигурировал списка хотите берите безусловно он нам супер поможет сколько готовым платить платите но там мы наверное тоже что-то заслужили чтобы нам чуть добавить сказали не вопрос не было такого что вы берете значит нам только нужно добавить притом до их размера нет такого никогда и не был а что сломалось тот момент просто что стало катализатором такого что все понеслось под но я не знаю что там произошло они разговаривали началось да это старая история все это еще раз рассказывали в самару мы летели и там метрофанов гарику подошел что они говорили потом неожиданно не попал состав ну или сам отказался потому что не мог чисто психологически на этот матч настроиться то есть прям самолете все произошло вот мы вылетали в самару как сейчас помню и к нему подошли чтобы они там разговаривали потом потом произошло я честно говоря не знаю но я тоже на следующий день когда это все произошло просил и не выпускать эту интервью ни у гарика и просил руководство встретиться с гариком и все обсудить и все бы это прошло легко но они приняли другое решение к сожалению то что произошло в дальнейшем это было для меня очевидно что так и будет я не знаю почему они не просчитали вы бы что сделает но сейчас уже опытный парень иметь определенный управленческий опыт чтобы вы сделали кулаками после драки махать ну наверное все прекрасно понимать что нужно было эту ситуацию успокоить действительно встретиться может быть не на следующий день попросить не эту интервью заблокировать соответственно и свое программное заявление тоже заблокировать и там через пару дней мы как сейчас помню мы были прилетели в калининград чего страшного не было если гарик же не полетел бы туда спокойно бы с руководством встретился обговорил и пришли бы к общему знаменателю там больших разногласий или таких критичных не было это сто процентов а действительно потом человек который всю жизнь отдал зениту и всем сердцем был за за питер свой парень сейчас изгой а кто-то который ничего не выиграл для этого клуба преподносится как герой которые ничего не выиграли по большому счету ну вы имеете ввиду изгой гарик а эти двое халки витсель герои но их же преподносит там героев которые все выиграли для зенита только если посмотреть за четыре года допустим до них мы выиграли два чемпионства кубок суперкубок уэфа а с ними они выиграли только один одно чемпионство и ну по одному трофею россии то есть если возвращаться назад то их что не надо было брать да никто не говорит что их не нужно было брать просто трансферы наверное осуществляется по другому принципу да отличные игроки но они чуть другой я уже много раз говорил они в другой стилистике играли не то что и пока команда к этому перестроилась что-то поменялось плюс этот скандал который тоже не придал ничего позитивно мы шли на первом месте а закончили на втором к сожалению при том шли с отрывом мне кажется история расколола как коллектив не расколола но как-то такого единения как было до этого не уже на русских и иностранцев стали бы да нет но просто как-то химии уже так не было ничего там не раскалывать на русских иностранцев также общались но уже не скажем так не так тепло может а роль спалите в этой истории какая какая должна ну тренер мог бы это что-то как-то ну мог бы но не ну не смог не не он не руководство поэтому так и получилось учиться уже об этом вспоминать смысл ну то есть каждый по сути я думал своим делом ну да каждый хотел что-то свое в итоге не получилось ни у кого я думаю для всех урок для дальнейших то ли у вас гарик сейчас в истории зенита в истории что вообще зенита один из символов мне кажется зенит наряду с аршавином малофеев кто там был еще и тогда это ну киржаков безусловно это именно из этого поколения быстров но и люди которые много сделали для зенита и много и кубков выиграли и они всем сердцем были за питер и за зенит к сожалению не очень хорошо для них все закончилось вы сказали надо было заблокировать интервью тут произошла одна история интервью нобеля с черчесовым заблокировано по двум причинам глеб чернявский говорит там больше но по моей информации две ключевых историй станислав саламычу не понравилось это первое его от вопросы ответ про youtube и вторая вопрос и ответ про конституцию и поправки которые поддержал главный тренер вы понимаете его в этой ситуации я не знаю какие ответы он давал поэтому мне трудно что-то по этому поводу сказать ну предположим что не что ему не понравилось предположим что youtube он не смотрит роман подождите 25 год можете представить чтобы главный тренер какой-либо команды вообще сейчас могу представить почему нет ну кому-то неинтересно а что там интересного для него хорошо а он смотрит футбол допустим на других платформ но вхс-овские кассеты приносит почему вы что думаете только через youtube можно смотреть футбол что но хорошо вы как смотрит у него есть платформа там допустим я не знаю вот этих инстат вайска он через нее смотрит никогда не думали что может так можно я там сам смотрел когда нарезки очень там для него более наверное информативно чем смотреть через youtube поэтому он не смотрит его остальном оно не привлекает допустим если что-то нужно ему наверно там пресс-служба нарежет тот же из того же ютуба что-то пришлет там условный там вот сап или про там telegram и он посмотрит какой-то отрыв который ему нужен а сам не смотрит почему нет не говорили с вами неделю вот за это время произошло несколько таких важных историй по судейству вар в россии ваше отношение в свете обстоятельств матча хинки и ростов что вы думаете по-моему вар применили теперь будем учить рисовать линии на некоторых матчах у нас вообще отсутствовал да там виду я не знаю технической невозможности или еще чего ну просто снега многое было и тяжело да погодные условия по снегу нельзя рисовать линии не прорисовывается бывает да будем учить рисовать на другого третьего не дано вы смотрели этот матч химки да химки ростов на целом в целом что убить ну смотрел ну то есть какие впечатления по поводу судейства я был на этом матче и но у меня душераздирающие впечатления в силу погодных условий было очень холодно неделе таких несколько матчей посетил и в общем еще больше проникся как бы это сказать благодарностью к тем людям которые перенесли наш футбол на новую систему соревнований я думаю о кавычках в кавычках конечно да потому что вы что думаете прибили ростов в этом матче что вы думаете по факту можно сказать что прибили но я не думаю что это было целенаправленно ну просто люди не умеют рисовать линии не понимают как это делать что другого у меня нет объяснения не думаю что кто-то целенаправленно сидит и прибивает ростов зачем это ему к сожалению да получается что с ростом уже два матча да да не первый случай ну так же у нас спартаком был не значит тот спартак прибивал целенаправленно но хотя я думаю что у болельщика спартака и у самого спартака там внутри то другие мнения ну понятно так же как у ростова но я не думаю что здесь какой-то заговор нужно искать у вас нет впечатления что потому как все складывается что постепенно высшие силы я их так назову выравнивают у нас список участников еврокубков под те команды которые могут там потенциально не осрамиться что у нас же все говорят что типа сочи там тяну туда они уверены что он там не осрамится ну если если смотреть последнее выступление наших команд еврокуб то не в ни в ком нельзя быть уверен конечно почему вы думаете что до ростов тоже выходил должен был той же мы там с кем макаби герс они играть макаби до проигранного в хорошем составе выходил но не смог динамо выходила локомотив бились если не ошибаюсь не смогли пройти кто сказал что сочи обязательно пройдет вы видите какой-то способ сделать так чтобы все таки у нас если люди ответственные за то как правильно проводить линии делали это квалифицированно обучать бой больше проводить обучающих семинаров там или что он там лекции занятий и так далее того что они могли это делать посреди недели постоянно учить смотреть рассказывать как это делается но вы имеете то что все-таки отсутствие в общеобразовательной школы россии такого предмета как черчение седьмого класса отразить даже нужно прочертить этом смотря как локоть не локоть там пятая точка у нас голова где расположен ну да чертить прямо наверно не умеется еще нужно расположить правильно те части тела которые имеют право забивать мяч а так или участвовать в игре ну с этим тоже да тяжело бывает да еще одна важная важная тема по моей информации об этом говорил у себя на стримах что есть вероятность что один два или несколько клубов обратятся ну чтобы не зависеть от того как кто проведет линейкой к услугам частных детективов чтобы собрать больше информации по просуде и может быть как-то предотвратить некую криворукость на ваш взгляд это это действенный метод предотвратить заговоры не знаю может и действенный может быть какие-то коррупционные моменты скроют я не думаю что они прямо так и есть именно в пейл это все может проведут и счет найдут значит хорошо вернемся непосредственно к футболу вы же я так немножко пожалел что не встретились на прошлой неделе все-таки история с краснодаром который проиграл со счетом 16 потерпел тот разгром что это было на ваш взгляд я бы хотел все-таки вернуться к той истории очень крупное поражение очень болезненно было воспринято о как он должен был воспринят 16 москве да даже и не в москве просто большому счету там с прямым конкурентом могли выиграть и цепиться до этого был не совсем удачный матч с уралом приехали покорять москву до этого ну кстати тоже не очень удачно последние года три играет москве постоянно проигрывать спартаку здесь такой матч был ответственный и вышли и 15 минут команда вообще не было видно спартак всегда кстати мощно начинает потом по каким-то причинам на какое-то время бросает играть за что часто расплачивается но здесь забили два могли еще больше и краснодар потом может быть и выровнял игру спартак может быть дал но сам факт что все обернулось 16 я уже говорил про характер она это одна из причин потом даже вот последний матч честно говоря у меня вообще очень сильно паразит стал болом чем эмоциональной составляющей вы проиграли 16 у вас там не очень хорошая ситуация вы выходите ну они играли вообще такое ощущение что на стойку этот футбол присытился они настолько устали от него ну так как будто на тренировке на забивают там а никаких эмоций нет я не знаю что с ними там случилось либо там может быть воспитательную работу какую-то такую провели что они настолько были загружены я не уверен но после таких наверно двух-трех матчей вы же там проигрывали до этого тоже и выходить ну стамбовом где где никак не стамбовом как-то там какую-то разрядку эмоциональную получить до забить побольше голов они даже в этом состоянии 4 забили если бы они там играли с первой до последней минуте в другом национальном состоянии в другим на других скоростях то можно было 67 забить и у вас следующий матч там с динамо и просто даже не понимаю чего не думать можно щелкнуть пальцем и с динамо на другом национальном состоянии сыграть но можно может быть а дальше чтобы для меня загадка честно говоря вообще что 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 они дальше хотят по моему потихонечку так выгорает проект чуть-чуть выгорает что вы имеете ну нужно что-то менять хотя мы тут с вами говорим да у вас контентом недобросовестные люди до забирают моими словами там кто-то начинает говорить сейчас мы бесплатные советы здесь будем раздавать а вот так по-другому да краснодар же я к ним пришел когда они сделали рывок вперед второе пришел еще рывок вперед и на этом как бы застопорились в районе третьего места до шесть лет полный штиль сейчас бы опять обратились к и романа приезжаю вот сейчас может быть с тобой за два года еще какой-то рывок сделаем а дальше мы с вами а так мы бесплатные советы раздаем бесплатный контент так тоже не бывает так они нужны бесплатные советы вот вы же читали высказывание владимира хашега в скобках сергея галецкого в скобках сергея галецкого который сказал что советы не из москвы мы из подмосковь москвы хорошо подмосковных экспертов тоже наверное не нужны еще пока не говорили про подмосковь как вам это высказывание эксперт подмосковный когда приехал они вверх пошли с 8 на 5 с 5 на 3 вот а сейчас можно встретил на первые где-то переместить надо обратиться вдруг к подмосковным экспертами а по поводу высказывания по поводу того что останется мурат мусаев независимости от того как проведут уже 7 варил я не вижу смысла на данный момент его меня на данный момент нет сейчас прямой замены наверное нет но можно найти конечно да но тяжело закончен чемпионат по мере этого можно уже смотреть на но на следующий год можно прикидывать какие-то варианты я не думаю что с ним хотят расстаться и я не думаю что это нужно почему можно нужно пригласить тренера который на данный момент сильнее в квалификации чтобы он с ним поработал не русского тренера наверное скорее всего иностранца который бы дал бы ему новые там идеи эмоции для дальнейшего то же самое насколько вы пригласите на на два-три года до за это время он может вырасти как специалиста какие-то новые тенденции какие-то новые там идеи дать не вот и дальше также его дальше развивать почему нет но новый тренер не будет слушаться сергей николаевича ну наверное где-то можно наступить на горло собственной песни и где-то посмотреть как другие работают а потом уже вернуться там к тому что и он кстати с этим тренером общаюсь он будет общаться какие-то мы тоже для себя новой идеи подчеркнет возможно очень плохо разве все время учиться что я думаю что в таком контексте было бы неплохо ну то есть я просто не понимаю вот еще есть версия так же как то все кричат а давайте тд экспо уберем выиграли а давайте продлим давайте просто после каждого матча разные полярные мнения ну наверно люди же не определяют которые сидят руководстве по одному матчу или по одной тренировке даже по двум матчам не живет то как тренируется какие идеи там работают какие нет из этого нам делают мы многое не видим не знаем вот поэтому так со стороны тут вот нет ощущения что просто в краснодаре сейчас мусаева и системы не на кого менять вот за стим был 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 кононов и шалимов меняли на шалима у шалимова был мусаев поменяли на мусаева у мусаева сейчас никого не мусаев роз я не думаю что сейчас кто-то готов возглавить пример либо за мусаев тогда был хороший момент постепенно рос свой воспитанник вот дорос до премьер лиги три года возглавляет наверно каком-то моменте он остановился сейчас в развитии можно чуть остановиться сказать условный шаг назад из главного тренера в помощники на помощники у топового специалиста какого-то хорошего потом сделать три вперед почему нет просто за вас просто за то время по когда будет делать несколько шагов вперед можно упустить результаты и кончится это не очень хорошо но вот раз 3 вы иметь в этом году в этом году какой результат дай бог они доедут до 4 место который дает еврокубки но это тоже тяжело потому как они сейчас играют тяжело поэтому наверное нужно настраивать на то что краснодар в следующем году без еврокубки но может для этого это ему хорошо больше времени тренировочный процесс как раз возможно с новым тренером про зенит хотел поговорить вот идут разговоры очень такие они были раскачаны и спицы вот в соцсетях по поводу того что в зените есть конфликт ракицкий дзюба и аздоев против симака вы верите в эту историю я пока не вижу зачем там конфликт то что они не выиграли три матча у всех бывает не очень хорошие периоды сейчас выиграли они играли может быть тоже так не очень хорошо полтора тайма но забили 4 кстати хороший да скажем так превью вроде плохо играли забили 4 хороший эмоциональный запал цска отвратительный матч нужно обязательно выигрывать и почему не выдать такой же матч как условно там дортман бавария то есть вы думаете что на этой волне щас зенит уберет цска здесь я говорю хорошие приюты цска мягко говоря обкакался в туле да нужно поднимать свои новая плюс с прямым конкурентом если вы хотите зацепиться первое место играете а зенит наоборот забил 4 вроде хороший эмоциональный запал вот как раз две схлестнутся команды другое дело что здесь могут быть шахматы футболе скорее всего оба тренера так предпочтут но вдруг эмоции возобладает на яркий атакующий футбол ну или по крайней мере такой условно как спартак динамо на хороший эмоциональный матч вы сказали мягко говоря обкакался а если говорить жестко цска в туле обосрался что это было как говорил один костя зарянов на великий футболист костя зарянов да такое после израиля высказал я был очень удивлен был ну честно говоря мне моего жалко не встретились но мне казалось что цс как раз проиграет это уже был у них такой брат тогда первый матч был они поехали тоже в грозном тули проиграли 2 0 и здесь после долгого долгого перерыва тула выиграла хотя могла и проиграть стать на последние 15 минут не знаю как они не забивали но не забивали а что случилось цска в туле на вашем что то есть терпели 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 до этого неплохо играл в матче просто не забивала головы с локомотивом они тоже достаточно качественно играли да потом ушли 60 пропустили гол забили бы они гол у них моменты были два-три момента хорошие они могли предыдущий матч выиграли здесь удачно забили пенальти плюс хорошая контратака и до этого были моменты заби другое дело что там в защите как показывает последние 15 минут там я не знаю кого они держат так играть нельзя цска до этого ничего не создает а потом за 15 минут моментов 56 могли над этим на диме надо поработать впереди то принципе они создают сзади проблем процесс к просто было очень такое яркое высказывание виктор анопка по моему по которому интервью спорт экспресс что ли сказал о том что васин это по потенциалу бекенбауэр ведь наверно хочет хочет остаться в цска поэтому так сказал или вернуться не нравится вася он мне может и нравится но он своей игрой не показывает что он бекенбауэр как минимум отсылки на то что у него там травмы и так далее у всех травм бывает после этого кто-то еще и лучше играет и ничего страшного того же пашу люка тоже две травмы было может играть у этого марева сколько травм до постоянно там ничего играет и если не лучше с каждым матчем но на очень высоком уровне у вас нет ощущения что проблема цска в том что старое поколение ушло и команда немножко выродилась вот те ребята которые уже нельзя их назвать молодыми они все-таки на пик пока не выйдет него они не вышли чем это за другой уровень на другой уровень это самый печальный лице ска тоже когда они пришли были там вася с лёшей зарега еще играл сейчас остался по большому счету только игорь да он играет в воротах тяжело да даже если он там будет кричать там здесь все-таки своим примером в игре показывали какие какой-то пример да вот и плохо что но они привыкли что за них ребят дожимают еще чего-то сами на этот уровень не вышли к сожалению когда сами решают все этот поэтами чудо ну конечно я говорю при гончаренко они усреднились как они там при тот же бликов заинудинов они приходят другими игроками не более атакующие все были игроки здесь они такое ощущение что их просят там не лезть туда у нас есть условный вашич и марио вот им можно делать все что хотите а вы играете строго в рамках дозволенного то что вам делают это обедняет их арсенал там энджуки он делает все что хочет ну просто может не понимать что от него бегает там обыгрывает человек который умеет все но до штрафной к сожалению дальше ни последнего класса не удара нету если над этим поработать конечно будет классный футболист но пока умеет все но до штрафной что делать на ваш вот фигура главного тренера вы же с ним работали но но правда да не запасной был да что что это за тренер на ваш я не знаю честно я с ним как главным тренером не работал но можно сделать вывод что последние три года csk не развивается хотя заново хорошие ребята молодые с которыми наоборот только расти может но они на данный момент в каком-то одном состоянии и здесь уже можно говорить о том что это проблема в том что упирается фигуру главного тренера он же их три года тренирует наверно да раз он не может на какой-то уровень их новые вывести то я думаю что в главном тренере тоже большая большая доля прессе появлялась новость о том что цска хотел рангника и по моей информации цска рассматривал реброва как вам вот эти кандидаты то то другое нравится просто ранг наверное предпочтительнее в том плане что помимо основной команды может организовать свою структуру вплоть до одесской юношеской но я думаю что у него запрос на него европейские команды тоже большой наверно он туда больше будет смотреть хотя я думаю если большой проект хорошего может сюда динамо то хотел приехать а расскажите что это за история я не знаю точно это же только говорят говорят в районе там пятнадцатого какого четырнадцатого пятнадцатого года когда были все деньги или когда там тринадцатый когда у них деньги появились когда рутенберги пришли первый да тогда они были вроде даже приезжал каким-то я не знаю не договорились я слышал не сейчас деньги деньги у цска тоже есть по поводу зенита очень интересная история опять про судейство был пенальт на вот этом чистякове я честно не знаю потому что плюс-минус такой же момент по ему был на соболе в матче зенит спартак в полуфинале кубка если не ошибаюсь и там не поставили а потом шел разговор о том что рукой то он попал да что крови не было кровь появляется ну да это высказывание высказывали хоккей вместо 24 дают когда там кровь появляется вроде ужесточают наказание здесь тоже так если кровь и значит пенальти поставим если нет то не поставим не знаю наверное я и если бьет по лицу наверно ну ты и там тоже нужно смотреть случайно попал не случайно нет я же специально оставляют руку это же нарушение а есть ну ты бежишь не можешь привязать во время того как бывает случайно попал но это тоже кстати технический брак это также как вы придумали бредятину от ноги если мяч в руку отскочил то это это не фол как не фол это техническая ошибка твоя это уже фол это стопроцентный пенальти такие очевидные просто сами себе лепят как а потом а за этого страдает но это я уже говорил это не наши интерпретации вы имеете до момента со скопинцевым который сейчас был матча и мне здесь понятно что он случайно туда в руку попал он другой ушел в руку до прерывает полет мяча пенальти я имею ввиду нас момент был там когда на заре только не эти правила придумали живоглядов останавливает ему от ноги попадает в руку но чистейший пенальти надо там другого мнения быть не может но он же это же ошибка техническая техническая это же ошибка это фол мяч в руку попал значит человек не умеет останавливать мяч это азы футбола также это там наверно бедро допустим останавливают от него в руку попадает ну что фол конечно руку руку мяч попал вернусь зенита нет ощущения что все вот те очки которые зенит мог потерять просто в силу того что тяжело входил в сезон дюба сбор пропустил до большой парень и все уже зенит больше терять не будет ну не факт как они играют не факт что не будет не нравится как играть зенит а вам нравится я думаю им самим не очень нравится но скажем так я говорил кто кто может помешать зениту я же говорил что только сами своей игрой могут там подумать что ну там сколько у нас 75 очков кто-то у нее чувств играет мы все равно доедем ввиду того что у нас просто лучший состав и мы умеем реализовать момент а где-то может не пойти и вы не не всегда можете реализовывать момент как оказывается а другие могут наоборот ваши ворота реализовывать думаете зенит может не доехать до чемпионата ну скорее всего доедет но судя по тому как сейчас складывается ну сейчас определяющий матч будет сейчас определяющий матч если они выигрывают то наверное да и скорее всего большей долей вероятности у вас кто больше сейчас конкурентом видится если зенит вдруг потеряет очки цска или смотрят там непонятно кто все играет сегодня выиграл завтра проиграла какой-то стабильности нет поэтому трудно что-то прогнозировать цска раз стабильно играет нет не стабильно партак раз стабильно играет не по вратарям зенита хочу спросить потому что заканчивается контракт у лунёва и по-моему заканчивается у михаила киржакова на ваш взгляд это вратарь и уровня команды которая играет в групповом раунде лиги чемпионов или зенита нужно смотреть на сафонова и брать его за большие деньги странамические деньги но можно на другое дело отдаст ли сергей карты сколько нужно заплатить но можете за вы за вратаря 30 платить я думаю думаю вряд ли да поэтому я думаю что либо своего нужно как взращивать либо смотреть на молодых каких-то перспективных там свой свой-то свой-то этот самый сын малафеева там еще сколько ему лет пятнадцать максим еще пока он вырастет ран пока да пока рано хотя вот матвей же заиграл там 18 года три осталось года три еще можно этих переподписать да а что миша стабилен мне кажется стабильно играется как там допустим для обоймы вратарей тем более свой вон однозначно нужно переподписывать полу него но я не знаю но лучше сейчас нет наверное нужно тоже переподписать если найдут кого-то другое дело но я не думаю что эта проблема большая в россии отдавайте лиги это легионерскую для вратаря но это только ротор может себе позволить кто у нас есть хороший вратарь кто роман кто может желание что он плохой вратарь что дня но может где-то психологически где-то подломился ввиду того что травмы не совсем удачные игры тоже нужно с этим работать что киржаков плохой вратарь да и нет конечно он стабильно играет что нужно какие вратари влечь чемпионов и обстоятельства что пропускает промеж ушей ничего такого не про состав сборной хотел поговорить начать с зенитом вот-вот фигура мостовой и жирков не не удивили и он не играет по моему пару матчей падает но там других вариантов то мне кажется на эту позицию нет кудряшов может сыграть по большому счету и все но плюс мне кажется по нему вопросов нет мостовой я честно говоря не знаю чем он так заслужил вызов сборной вам не нравится мостовой мне может и нравится но человек из запаса брать я говорю тогда меня возьми я тоже 25 могу посидеть там говорят премиальные неплохие платья да про премиальные вот заговорили вас удивила эта сумма 20 миллионов да я не знаю насколько она реально она реально по моей информации правда 20 миллионов но это всех только на тренерский штаб и административный что футболисты на этом месте нет возможно футболисты отдельно я не думаю думаю на всех на дают а сколько в ваши годы был премиальный а у нас не было примерно это как за товарищеские матчи не было там что-то не помню сколько давали но мало и нас премиальные были была сумма она только половину давали это есть не ошибаюсь потом мы сделали так что платили только административному что потому что мы естественно большую часть всегда получает в клубе вот и бонусом только платили за выход на евро или на мир на ребятам административному штабу платили всегда потому все таки для них это хорошее деньги мы можем выйти не выйти они свою работу всегда делать хорошо поэтому им всегда платили а нам платили только за выход за товарищ и матчей не помню выхода на финальный турнир сегодня если не ухо но мы всегда славу богу выходили поэтому мы получали в конце свои деньги а так платили только административным что массажистам, врачам и так далее, администраторам. Самые большие премиальные сборные можете сполнить? Да, за Европей 8-го года. Ну, то есть, когда Володько и Габулов кричали двойные и тройные, когда вы их делегировали, такие, Виталий Овченко. Да, его никто не делегировал, просто Виталий Овченко заходил. А то время было принято кричать. Ну, что, хороший настроение. Поэтому платили. И Володько с Габуловым кричали двойные и тройные. Да, там все, не только Володько. Ну, просто важно было мучать. И с Володькой не только они кричали, да, главное кричать. На тот момент было главное кричать. Ну, это сколько, Роман? Ну, я не помню, ну, много давали, честно говоря. Сейчас не помню. Ну, что, вы на эти деньги могли купить половину дедовска или что? Половины дедовска нет, конечно. Четверть? Я, честно, не помню, но потом же там все переигралось. Ну, как всегда у нас бывает. Кому-то половину дали, кому-то целая. В зависимости от того, кто сколько сыграл. Ну, если не ошибаюсь, там за все 1300 или 350 дали, наверное. За то евро 350 тысяч евро. Ну, это за полуфинал. Ну, в полуфинал, да. Ну, да. По составу подзюбы вы высказались, вопросов нет у вас, да? Нет. Вы понимаете, почему такой хейт в отношении Артема? Не знаю. Злобинь такая. Ну, как Гаррик же сказал, сильных не любит. Вот. Но я не знаю, с чем это связано. Почему? Притом же там, кто там, наверное, многие. Не только там. Какие болельщики-то вы хейтят в основном? Я думал, там, условно, Спартакский, но нет же, там, и многие другие, да? Я ничего такого он не сделал, чтобы он же на поле, разве есть какие-то вопросы? Кто-то лучше него есть? Ну, сейчас Соболев. Я бы не сказал, что он там лучше, вот. Но последний матч здорово сыграл, без сомнений. Да и с Краснодаром два забил. Да. Вот. Соболев, Заболотов, но они же тоже сборные. Третьего-то нету, все равно. А это лидер сборной. Ну, вот. И потом в последнем матче забил. Ну, и все равно такие игроки нужны. Как вы лидера не будете вызывать. Он же не прям в безобразной форме. Да, он где-то не забивает, но определенную работу делает. Потом, там, первый матч с Мальтой, что ли? Да. А без разницы, с кем первый матч. Мы сейчас в таком состоянии, что очень-очень страшно, честно говоря. Вы представляете, что начнется, если... Да, и Мальту это никто не видел. Там, наверное, насчет полупьяные какие-то. Мы Мальту, что ли, не обыграем? Это другие, в других матчах я еще могу понять. Ну, Мальту-то мы с вами выйдем, обыграем, наверное. Ну, и насчет... Вот если я выйду с Нобелем, то я думаю, что да. В центре обороны, вот если вы чуть-чуть вперед, тогда поборемся. Конечно, там зацементируем все. Ну, Мальту-то обыграют. Там потом могут как раз ребята вот эти сыграть. И Соболев с Болотным, с Дюбовым. А более сложный матч может выйти. Еще, еще одни кандидатуры, которые вызвали вопросы. Жиров и Нойштеттер. Вы понимаете, что они... Ахметов не вызвал вопрос. Ну, Жиров и Нойштеттер, как бы, в большей степени. Ахметов у вас какие вопросы? У меня Жиров и Нойштеттер. Можете пояснить? По каким критериям он вообще в сборную попадает? Вам не нравится Ахмет? Ну, я не вижу, чтобы он играл на уровне сборной сейчас в ЦСКА. Ну, опять же, это как Лео Слуцкий говорит. Это все вкусовщина. Кому-то нравится, кому-то нет. Ну, нравится, пожалуйста, сборная. Играет. Все определяет результат. Он же главный тренер за него отвечает. Вызвал, значит, ему... Он нужен для какого-то... Вы понимаете? Ну, хорошо, по Ахметову высказывались. Я по Жирову все-таки. Для меня непонятно, когда футболист возраста 29 лет, играющий во второй Бундеслиге, это значит, что к этому моменту он не заинтересовал ни один топ-клуб России. Ну, вот, может быть, сейчас заинтересует. То есть, цель вызвать, чтобы заинтересовать? Все может быть. В нашей жизни все может быть. Но его же главный тренер видит, отслеживает как-то, наверное, да? А что, как, чем может заинтересовать? Я пока не понимаю. Я, к сожалению, не был на этой пресс-конференции. Не смог, значит, чтобы задать вопрос по Жирову. Просто предпоследнее место его команда занимает во втором Бундеслиге. Она пропустила, по-моему, то ли 43, то ли 45 голов. Хуже нее только одна команда. И Жиров в ней центральный защитник. Какие у нее должны быть выдающиеся качества, скиллы, чтобы он заслужил вызов сборной России? И ответить на вас вопрос мне тяжело. У меня, может быть, такие же вопросы, но на них ответить я не могу. Только главный тренер может сказать. Какие он видит скиллы в том, чтобы, может быть, заинтересовать российские футбольные клубы. Наш парень уже не молодой, но опытный. В европейских чемпионатах заигрывается, поигравший. Все хорошо. Но это не совсем работа тренер-разборной, чтобы вызывать футбольный, чтобы он заинтересовал российские футбольные клубы. Ну, так, к сожалению. Ну, или не к сожалению. Я не знаю, по каким-то критериям он вызывается. Главный интерьер видит то, что он хочет видеть в этом игроке. Ну, и Штетер. Он же объяснил. Тот не играет год, это там полгода. Один провалился без Кутепа, без кого-то, Джеки, без Семенова, Семенов без Джеки. И вот поэтому, а это понятно. Такое же было объяснение. То есть, Семенов проваливается без Джеки, Джеки без Семенова, а если вместе их соединить, то провала не будет. Да, а это на подстраховку, грубо говоря. Ну, и Штетер и Жеров, да? И, безусловно, в этом плане мы Мальто обыграем. Да, но у нас же не один матч. Всякие будут. Поэтому кто-то же должен быть на подстраховке. Ну, а что же, ну, Штетер играет. Жеров, да. Ну, а вы видите в России центральных защитников, которые, может быть, заслуживают вызов в сборной по потенциалу, но их не вызывают. Ну, как говорит Лео, вкусовщина. Ну, если его назовете? Ну, скажем, Чистяков в Зените, который сейчас... Попал один матч только, нет? Осипенко. Вы бы Осипенко, вы что издеваетесь? В сборной. Не нравится Осипенко? Ну, как раз таково, Чистякова и убил, мне кажется, нет. В том году матча с СССР. Чистяков, а когда попал в голову? Их, видите, вдвоем нельзя, да. Да нет, но он, мне кажется, не готов для сбоя на данный момент. Чистяков сыграл один матч, тоже тяжело. Там Сорокин практически не играет тоже в Краснодаре. Поэтому, ну, на данный момент, наверное, оптимальный выбор. За исключением может быть Жирова, я не знаю. Но главный тренер ответит на этот вопрос. Ну да, если Жиров-то в Бундеслеге нормально, а вот Сорокин, который 6, не очень, 6 от Спартака запустил, да. Ну да. Про Самошникова, отдельно вашу точку зрения, что думаете про этого футболиста? Ну, хороший отрезок проводит. Я думаю, в принципе, как раз левой защитник, да? С Юра Жиркова. Там еще круговой есть, но он в молодежке. Вот, поэтому, наверное, заслуженный вызов сейчас. Но уже так больше, наверное, для того, чтобы все там у нас, как он говорит, это в столовой понюхал, как все происходит, нормально или нет. И плюс посмотрит, как он себя помимо столовой еще ощущает. Вот это важный фактор такой, чтобы понюхать, очутить атмосферу сборной. Вот это то, что нам говорят журналисты, нам, журналистам, говорят. Но как на это смотрят футболисты? Это важно понюхать атмосферу столовой, посмотреть, чем живет сборная, пообщаться в коллективе. Ну, футболисту, которого вызывают, наверное, важно. Насколько это важно для команды, я не знаю. Ну, все равно нужно смотреть, присматриваться к игрокам. Тем более, сейчас там не 18 вызывают, а 25. Ну, 25-го. Пускай посмотрят, как он. Просто говорят, вот, на данный момент вызывайте сильнейших. У нас был такой момент. А как сейчас помню, там, Портнягин забил чуть ли не 6 мячей, там, за 3 или 4 матча первого. Его вызвали. Приехал капелла, кажется. Ну, человек там, ему Семак 4 раза сказал, что нужно не перед стойкой забегать, а за нее. Понял, да. И он все 4 раза пробежал, или 7, сколько там, сколько он ему сказал, столько раз он пробежал мимо. Да. Но он там, у него какая-то колоссальная стресса, видимо, был. И он на этом сборе, ну, вообще никакой. А вот так по играм посмотришь, там, он там 6 или 7 мячей забег. Нужно было вызывать? Ну, наверное, да. Но, видите, нужно было его ставить. Но ни при каких условиях он там не сыграл. Потому что он на тренировке, один человек там не мог аут бросить, весь сбор не мог, все время неправильно бросал. Ну и что? Аут не мог? Ну, аут, да, у него постоянно там, то мяч вывалится, то еще чего-то. Просто двухсторонку играет, мяч уходит, он там не мог какого бросить. Это кто? Ну, были там люди. Там Лео тоже вызывал одного футболиста, он посмотрел на него, а он ему не понравился, вот там, допустим, в тренировочном процессе. А так он считал, что он там в порядке. Ну, вот так вот, наверное, для этого нужно. Лео тоже вызывал одно в сборной, в имени Вида. А на тот момент он там неплохо действовал в РПЛ, да? Ну, не все могут там из таких команд прийти и достойно выглядеть на уровне сборной, но в основном чуть другой уровень. Хотя сейчас, может быть, чуть упал, но все равно, это же сборная, все лучшие игроки, и непонятно, как он себя там будет чувствовать. Кто-то ментально сильный, а кто-то его нужно постоянно там подводить к этому. Поэтому, наверное, вот эти игроки, которые там 22-25, тройка-четверка, которых вызывает понюхать в столовой, наверное, ну, нужно это делать. Делается состав молодежки и очень сильная, как бы, по фактуре команда в том смысле, что практически все играют в основных составах. Это самая сильная молодежка наша за всю историю вообще нашего футбола? Ну, я не думаю. А была сильнее? Ну, 76-го года, ребята, где там Радима, Серега Сима, Дим Хохов ездил, там Беркет, там же тоже очень сильная команда была. И тоже на сильных соперников, кстати, попал в группе. Я думаю, там, может быть, даже сильнее была, чем эта. Вот я сейчас... Ну, не думаю, а уверен. А на кого попал? У них там испанцы, немцы, кажется, были, еще кто-то. Ну, 100% сильнее была. Просто, да, здесь по нынешним временам имена, да, которые играют в основных составах. То есть мы вправе рассчитывать, что они, наверное, должны себя проявить там. Кто-то в хорошей форме, кто-то очень хороший. Из этого состава молодежки, который сейчас поедет, кто-то заслуживает вызова в первую сборную уже сейчас, чтобы мог играть в основном составе? Да, и, честно говоря, я думаю, нет. Нет? Нет. То есть в этом смысле Черчесов поступает правильно, что не вызывает сейчас никого не дергает, да? Потому что они будут играть в молодежки? Абсолютно. У них разные задачи. Но если ты играешь в молодежки, не значит, что ты автоматом должен играть в сборную. Когда там вызывал... Ну, Максименко, если только. Ну, тоже на позицию кого-то. Второго-третьего. Хотя, я думаю, он поконкурировал бы там сейчас. Шунина. Этой тройки. Да. Вы понимаете, почему не вызвали сейчас Гильермо? Да, вот это вот... Как раз сейчас он вроде в неплохой форме, там, все игры на ноль. И какие-то матчи даже подтаскивает Локомотив. Ну, есть, наверное, причины какие, почему он его не вызвал. Ну, потому что пять от Сербии запустил. Да, это было давно, но пять от Сербии надо было как-то реагировать. Я думаю, что, ну, это что, можно и действовать. Ну, что, а что, сам Черчевцев не пропускал, что ли? Его после этого не вызывали? Да нет, я думаю, другие какие-то причины есть. Ну, видит так, что другие на данный момент сильнее. Как вам Дюпин? Ну, раз вызвали, наверное, неплохо выглядит. Первый, первое, начало, да, там, первые три матча. Они на ноль тоже все вроде сыграли, да? Ну, наверное, заслужил. Он в СССР с Зенитом хороший матч сыграл. Возвращаясь к этому матчу Рубин-Зенит, как вам вот этот вот момент, когда забил Макаров, что это было? Кого нужно очекрыжить из Зенита за это? Ну, то есть два человека. Нужно Макарова, в первую очередь, похвалить. Ну, да, но... Я думаю, и его. Ну, да, навозил там двух футболистов, не самых плохих. Ну, даже они, видите, на фиды попадаются наших российских футболистов. Ну, да, общей стоимостью 25 миллионов евро, да, купленных в Зенит. Но Ловрен-то как на это все купился? Ну, что-то вы думаете, наши футболисты не имеют обыгрывать? Вот они умеют, если им дают возможность импровизировать, играть в атаки смело. Почему нет? Может это делать? Честно говоря, я думал, что он ударит справой, но, конечно, нарисовал красиво всех. Макаров, для вас открытие сейчас? То есть, насколько великий его потенциал? Ну, мне Серега Игнашевич до этого еще говорил, что он как бы явно выделялся на фоне фэна. Потом он перешел в Рубин. Я его видел на сборах только. Там мне не очень понравилось. Ну, вот начиная, наверное... Они начали там первые две игры, три, да, сыграли? Или даже они четыре, мне кажется, сыграли. Когда? До пандемии. Он, может быть, там, просто привыкал, наверное, к требованиям, к растям РПЛ. Не очень. А вот начиная, наверное, после пандемии, он вышел там, и было несколько игр подряд, когда он забивал. И он, наверное, сам раскрепотился и понял, что может играть. Действительно здорово играет. Ну, он кого напоминает? Из наших. До себя он напоминает, кого напоминает, конечно. Ну, он левоногий. Мне кажется, это здорово себя проявляет. У них вообще команда хорошая. Я говорю, там, Лео, он привык плакаться, что у него там, вот, мы, там, мы, это плохо. А я сразу говорил еще в начале чемпионата, что у них по составу, это как минимум за пятерку они должны бороться. Но у них единственная проблема, если выпадает деспот, да, у них замены нет уже, скорее всего. Но и то можно как-то найти. Но все равно они, сейчас они уже и без него там какие-то моменты создают, осталось забивать. Там тем же Локомотивом они без него играли. Тот же Макаров имел там два момента шикарных, но не забил. Они могли и Локомотив в Москве прибить, и должны были. Но, к сожалению, для них проиграли. Вот, а сейчас там был отрезок, когда они не ярко не выглядели и потеряли много очков. Ну, или там немного, но там 3-4 очка, которые... Это когда они там, они болели, да? Ну, они им сейчас все вернется, я думаю. Футбольный бок тоже видит, кто как работает, кто как играет. Нет, есть же еще и судейский бок, могут притормозить. Да это все, никто никого там не притормаживает. Это там чьи-то эротические фантазии. Но бывают ошибки, никто специально никого не притормозит. Как это возможно, просто мне интересно. Уже давно линию не так прочерпливают. Лео потом на пресс-конференции возмутится, но никто особо слушает. А вы уже все давно знали бы, в эпоху цифровых технологий. Ну, как вот, само все прекрасно знают, кто с кем там общается, кто с кем договаривается. Шило в мешке не утаешь. Да, за руку вы, может быть, не поймаете, но разговоры будут идти. Поэтому это, ну, ошибка, человеческий фактор просто и все. Я не думаю, что там кто-то специально. Я уверен, что процентов на 8, что никто там специально, никто это не делает. Все может быть, безусловно. Но мне кажется, что это в пользу бедных. Вы сказали, что нет замены. То есть, а как возродить Ваню Игнатьева? Что нужно сделать? Трудно. Что бы вы сделали? А он что, где-то в небесах, что ли, до этого играл? Ну, просто хочется, чтобы сраболить уже как бы. Обычный футболист, просто там распиаренный Краснодаром, что там хорошо, по их версии, открывается и еще что-то. Ну, там открывается, где он хорошо, я чуть не видел. Как и любой нормальный футболист, нападающий он открывается. Открывается в створе ворот, только должен так открываться нападающий при прострелах. Когда дают, он забивает. Но ему и в рубине давали он. Я не знаю, по каким причинам не забивал, у него были моменты. Может быть, психологически как-то надломился. Ну, рецепт прост. Выходишь, играешь, тренируешься не на 100 уже процентов, а на 200. И только так ты можешь... Сейчас вот его выпустили не центральным нападающим, а с краю. Тоже вариант. Вторым номером любят тоже играть, мне кажется. Может, даже больше возможностей будет. Ну, так и крайним защитникам начнут ставить что-то. Ну, крайним защитникам не начнут, там же не сумасшедшие все-таки. Слава Богу, возглавляет этот клуб. Все прекрасно знает. Я говорю, поэтому и выпустили, может быть. Чтобы дать время? Дать время. Потом, я говорю, ему тяжело играть центральный нападающий, тем более сейчас. В таких условиях, как сейчас, да? Не очень хорошие поля, где-то могут верхом играть. Там, где цепляется, он может вторым темпом врываться. Даже больше возможностей, я говорю, для него откроется. Все в его руках. Работает. Там команда, которая создает моменты. И, в принципе, шансы дают всегда. Его никто там не закопал, не зарыл, ничего. Выходишь. Поэтому все в его руках. Вы упомянули, как вы говорите, Серегу Игнашевича. Вы понимаете, почему у него так сложно дается вот сейчас в торпеда? Что происходит? Не знаю. Второй год подряд весну, в принципе, провали. В том году начали с 1.5 в Химках. Потом тоже там какое-то третье место, мне кажется, упустили на пятое. Ну и сейчас тоже на третьем, кстати, были на пятое сейчас. Сейчас скатились на пятое, да. Да, и там поджимают вплоть до Балтики. Ну, тоже все через, наверное, работу. Я, честно говоря, не видел матчи весной. Так по прессе не очень качественно играет. Хотя говорят, что качественно. Он говорит, что хорошо. Ну, он говорит, да. Но это такое душераздирающее зрелище, особенно последнее. Потому что очень психологически тяжело, когда на трибуну весь матч Кичат Игнашевич уходи. Это так, ну и оскорбление. Это так не просто выдержать. Ну, не просто, но он тоже непростой парень с характером. Я думаю, все нормально. Вы до этого тоже кричали, а потом они матчи 12 выдали победных или беспроигрышных. Почему сейчас не сделать? Про Спартак. У них у красно-белых новый герой Соболев. У меня по Соболеву вопрос. Вот сейчас то, как Соболев проводит, вы аранжировали все-таки деспот Соболев-Дзюба. Не переменили свою точку зрения? Чем он Соболев? Я сказал, деспот плюс-минус, там с Дзюбой одинаково. На данный момент там деспот лучше выглядит. Ну, Соболев? То, как он провел две последние игры. Ну, здорово провел, да. Но на это нужно же не две игры сыграть, а полтора хотя бы чемпионата, два. Тогда будет. Наверное, подойдет к их уровню. Ну, я думаю, что сейчас движется в правильном направлении. Играет здорово. Играет здорово. Самое главное, что, скажем так, с душой и сердцем, да, видно огромное желание. Там на 85-й минуте в подкатах стелется. Не просто бежит, а цепляется за эти мячи и старается. Там обвиняют, что много падает. Вам понятны эти претензии Олегу Ивановичу? Олег Иванович монстр тренерского цеха. Ему виднее. Я ведь с ним спорить не буду. Наверное, так и должно быть. Олег Иванович футболисты, наверное, не падают. Но сейчас другое время, на самом деле. Сейчас от любого прикосновения старается упасть. Я думаю, при Олегу Ивановичу он бы не падал. Кстати, хорошо, что Олег Иванович это сказал. Наверное, если парень умный, возьмет на заметку себе и будет крепче стоять на ногах. Ну да. Возвращаясь к Спартаку, вы понимаете, зачем вообще тогда ТДСК переходил на новую схему, если сейчас вернулись к старой и все окей получается? Ну, надо же что-то менять было. Они, чтобы три подряд перед весной проиграли, кажется, да. Нужно было что-то поменять. Потом вариативные часы от этого больше стало. Они могут и в эту схему играть, и в эту. Попробовали, не получилось. Пришел Промис. Опять переставили схему игроков, передернули. Последние два матча здорово играют. Вам нравится Промис сейчас? Промис еще пока не нравится. Ну, он явно не в игровых кондициях. По физике, наверное, все хорошо, но видно. Но у него два момента было, которые он был в хорошем состоянии, в игровом тонусе он бы забил с Динамо. На него не похоже, чтобы он из центра штрафной, там, с 11 метров, если не ошибаюсь, сбил, ударил в небеса. Я думаю, что чуть в другом состоянии он бы положил. Это его позиция вот сейчас, то, как он играет десятка? Я не знаю, это, наверное, лучше у него спросить. Мне кажется, ему, наверное, ближе, ну, там, или второго форварда, наверное, да, где он из глубины, либо там чуть с края. Ну, и здесь у него есть момент. Другое дело, что десятка, это все-таки подразумевает то, что ты разыгрываешь, да? Ну, у него таких навыков, наверное, нет. Он больше завершитель. Ну, не знаю, ну, тренер видит так, приносит он пользу. С Краснодаром забил. Здесь тоже имел два шикарных момента, но не смог. Ну, сам, ну, Спартак выиграл. Да, просто в этих условиях ты смотришь, как бы, на это и не понимаешь, а что в боке его не отпустили. Ну, то есть, парень присел и до лета играть не будет. Ну, здесь он заложник ситуации, да? Ты его отпустишь, а если у тебя вдруг здесь что-то случится, кто-то же должен выходить на замену. Примерно так же, как в Динамо второй вратарь. Он сидит там уже лет пять, да? Ну, может быть, он и не хуже Шунина, что, в принципе, показывал в матче, когда выходил играть. Обещал, да. Но его и отпустить не могут, потому что аж третьего вратаря такого уровня нет. И вот он будет сидеть там, пока у него контракт не закончится или там, пока все-таки не отпустит. Здесь примерно такая же ситуация, потому что либо его кто-то должен был купить, но никто не готов был тратиться, наверное, да, в это зимнее окно, или столько давать. Вот. Ну, либо держать, вот как они и держат, в принципе. Вы понимаете, какая сейчас у Спартака позиция слабая, на ваш взгляд? Она не поменялась, я уже говорил. Человек, который играет в середине поля, который бы разыгрывал, да? Ну, мне Умяров, допустим, нравится, болельщикам нет. Многим. Чем нравится Умяров? Умяров – это человек, который двигает мяч вперед. Также Хендрикс выходит, он двигает мяч вперед, но другое дело, что что вы его взяли, если он у вас сидит? Ну, адаптируется к зимним условиям? Может быть, да? Ну, хорошо, что выходит Умярова, кстати, первый, а не Умярова, уже хорошо. Поэтому, ну, все равно нужен игрок, который бы и... Больше двигал в атаку? В атаку, посильнее Умярова? Ну, не посильнее, который бы... Ну, какую фактуру, вот если фамилию говорить? Я говорю, вот Фернандо у них был, примерно такой же был. Спартаку было бы здорово. Потому что есть там Зобнин, который может большой объем черновой работы делать. Потому что он не опорник, он не может на этой... А вот там, словно, шесть, там, восьмого номера он может играть. Вполне, он это и делает. Вот, и с ним там в паре еще и Умяров может играть. Тройку, если мы про тройку центральных полузащитников. Который и Росбас с этим игроком впоследствии заменил бы. У Динамо сейчас самая крутая молодежь? Вот смотрите, Захарян, Тюкаев, Лесовой. Может быть, я кого-то еще упустил? Евгеньев тоже. Грулев тоже. Грулев, да. Грулев классную игру выдал сейчас. Не нравится? Я что-то не только скажу. Да нет, нет. Не плохие ребята. И хорошо, что главный тренер, наверное, понимает, ну или руководство. Ну, я думаю, больше главный тренер, что развивая их, это... Они, в принципе, вкладывают в будущее, да? Вот, ничего, если... Они и так даже с ними цепляются за Еврокубки. И через год, в следующем году, а через два это будет, там, вообще очень ударные силы. При том, что, если посмотрите, Динамо, вроде матч складывался равный, да? По большому счету. Ну, Спартак был более конкретен в атакующих действиях на протяжении всего матча. А Динамо только последние, наверное, 20 минут. Когда, кстати, Захарян перешел с крайнего нападающего в центр, в свою позицию. И там он, ну, больше пользы принес. Вот, а вышел Тюкавин, ну, это для него, в принципе, его... Он и сам, наверное, понимает, проблема большая. Он, имея огромное количество моментов, очень плохо их реализует. Вот, над этим они работают. Я думаю, что они... Там тренер же тоже, не только я это вижу. Ну, и главные тренеры видят, над этим работают. Просто это не сразу приходит. Вот, но самое главное, что они выходят, у них есть момент. Они их создают, ну, и классно играют. При том, что Лесовой точно не лучший матч выдался. Вот, его все-таки там закрыли. Вот, то есть, ну, потенциал большой у Динамо, хороший. Вы... Про потенциал. Вы же первый профессиональный контракт с Захаряным подписывали. Вроде да. Вроде да. Ну, там, это же не только моя заслуга. Есть отличный, там, директор спортивной школы, тот же Кузнецов. А, Александр Юрьевич, там, и легенда Динамо. На посту спортивного директора, наверное, он как-то правильно труится. Академия тоже бывшего ротаря. Они же это все видят и подсказывают. Ну, там трудно было его упустить, да? Хотя, ну, бывают и такие. У них там еще один мальчишка был. Так понимаю, что они его упустили. То ли в Уфон перешел, то ли еще куда-то. А что за мальчишка? У них там, это, третий год, такой хороший был. Там ЦЕС, центральный защитник. Еще там один, в принципе, был неплохой центр защиты. Высокие ребята такие, с головой. Потом вот Кипкаев, шестой номер в центре. Захарян и вот Тюкарин, они там творили. То есть там хороший год был. Трудно было его упустить. А я говорю, ну вот Кипкаеву по каким-то причинам, я так понял, упустили. Но вот Захарян, насколько парень может далеко пойти? Насколько мы его можем назвать, ну, суперталантом, я не знаю, в истории русского футбола? Ну, так бы я высоко не замахивался, но парень действительно очень интересный и классный. Ну, и своей игрой подтверждает. Я говорю, что они его там больше вправо пока ставят, да? Но его позиция в центре поля, он там намного больше пользы принесет. Я думаю, со временем все-таки, наверное, там... Хотя Шиманский тоже одно время неплохо смотрелся. Но мне кажется, что Захарян намного сильнее будет в центре поля выглядеть, чем Шиманский. В будущем или уже сейчас? Да и сейчас, наверное, он переиграет. Вам не нравится Шиманский? Скоро, что он мне не нравится. Я просто считаю, что Захарян, наверное, на данный момент, в данной игровой форме, наверное, посильнее будет, чем Шиманский. В этой позиции. Вы понимаете, за счет чего Динамо проиграл этот матч? Ну, то есть, где... За счет того, что Спартак на протяжении всего матча был конкретнее в атаке. Просто конкретнее, не в больший момент. Они вроде такой хороший, зрелищный матч, да? Ну, это от штрафной до штрафной. А дальше Спартак все-таки штрафной больше создал, чем Динамо. Мне кажется, чуть больше. Просто запоминается последнее. Там Динамо имело два или три момента классных, да? Где Максименко выручил. Да. А по всему матчу все-таки, наверное, Спартак наиграл чуть-чуть, но больше, чем Динамо создал. Поэтому, мне кажется, заслуженно выиграл. Это так же, как вот Локомотив в Сочи играл, да? Да. Вроде тоже равный матч, да? Но если посмотреть моменты, ну, Сочи должен был выиграть. А он проиграл. Перед тем, как забить третий гол Локомотиву, ну, просто обязаны были сравнять счет. Они пропустили гол. И так же потом был момент, когда они могли сделать 3-2, и еще непонятно, как все закончилось. Перейдем к команде, высказывание по поводу которого, которое вызвало ажиотаж. Вы видели реакцию Юрия Павловича на свое высказывание? Когда он сказал, что не читал, не хочет о вас говорить. Не читал, но это не одобряю. Но осуждаю, да. Да. Ну, это его позиция черная. Я должен теперь на все внимание, что ли, обращать? Угу. Про Локомотив. Но все-таки они очень удачно выступают этой виспай. По результату. По результату. По игре вам не нравится? Ну, давайте честно. С ССК, даже с учетом первого тайма, ССК могло сравнять? Могло. Наверное, 60 минут до гола Феди Арсенал был лучше Локомотива. Ну, по крайней мере, не хуже. Но в атаке более конкретен. То есть, могли они пропустить первым. Вот. Но они выжимают максимум из того минимума, что создают. И из-за этого выигрывают. Я говорю, в Сочи, ну, по моментам Сочи должно было выиграть. Хотя матч в целом, там, по большому счету равный, да, если так посмотреть. По моментам, все равно, мне кажется, Сочи переиграл. Это очень хорошая команда. Тоже, вот в этом матче, кстати, они не выжили максимум из минимума. Было бы там условно из-за этого. Не выжили максимум из минимума. Так. С Болотной был бы, наверное, Локомотива чуть тяжелее пришлось. Или далась бы победа. Может быть, вообще бы не далась. Ну, да. Но прогресс за Малединова. Как вам? Все-таки три голевые передачи. И такой ажиотаж. И в сборную вызвали. Нравится этот игрок? Ну, он мне как бы всегда нравился. Но последние осени он выходил, так как-то непонятно. То ли он хочет играть, то ли не хочет. Ну, сейчас контракт заканчивается. Конечно, надо так собраться. Ну, так надо всегда играть. В принципе, наверное, хорош позиция для него. Он может и мяч протащить, и обыгрывает. И удар у него хороший. Тем более, в этой матче три отдал. Мне кажется, с этим... С Арсеналом тоже, кажется, с ЦСКА отдал одну передачу, да? То есть в каждом матче набирает очки. Вот. Ну, наверное, нашли правильную позицию для него. Ну, там, кстати, очень хорошие ребята в середине. Я уже говорил. Там Мухин и Куликов. Под предводительством Крыхловика. Очень здорово выглядит. Прям очень здорово. Мне, кстати, очень загадочно, почему это ни Мухин, ни Куликов не попали в это. Ну, вы, как она, не Олимпийская, а молодежная сбора? Угу. Они сейчас очень хорошо вырежут. Ну, есть вопросы тоже, да. Фиди вернулся. С молодой? Да, что... Ну, вернулся в том смысле, что забивать стало регулярно. Что о нем, можем сказать. Молодец. Долго отсутствовал. Вышел в двух матчах два гола и передач. Здорово себя проявляет. Молодец. Надеюсь, что не только на замену будет выходить, но в основном составе. Ну, там сейчас, видите, проблема. Комано разыгрался. Угу. Наконец-то. Ну, уж гол-то классный забил. Да, два. Просто потрясающе. Не два гола. Тот, когда вышел и перебросил просто. Ну, а второй здорово. Под ногу ударил. Классно. Все сделал. Ну, там Алисакович подозрительно легко очень. Младеновичу это разворачивал постоянно в первом тайме. Ну, тоже. Ну, он, правда, как-то временами то взрывается, то останавливается. Ну, я думаю, там поправят. Нужно все время быть в игре. Ага. То есть, конкуренция двигает людей вперед. Видите, там, конкуренция может быть какая-то, когда все плохие. А здесь, наоборот, в этом плане пока все очень неплохо выглядят. Угу. Два последних у меня футбольных вопроса. Ну, во-первых, по поводу Ахмата. Что вы думаете по поводу падения команды в последних матчах? Ну, то есть, у них реально очень плохая ситуация с точки зрения... Мне кажется, они особо и не поднимались никуда, нет? Ну, они хорошо начали, там, лайф, хорошо начался сезон. То есть, они прям вверх-вверх ушли. Ну, начали это. Здесь же важно не начать, или, точнее, начать-то можно. А дальше что? Угу. Ну, вот. Всегда, наверное, есть эмоциональная составляющая, когда приходят главные тренеры. И в подавляющем большинстве случаев, да, происходит какой-то эмоциональный подъем, и команда выдает хороший отрезок. Дальше-то дальше что? Наверное, это и есть мастерство тренера, когда вы стабилизировали состав, игру, и к тому хорошему добавили еще что-то, и двинули вперед. А они как были одиннадцатые, так и остались. Угу. Угу. Ну, можно сколько хочешь говорить, но агрессивная вы команда, дальше что, четыре получили? Угу. От вашей агрессии толку ноль, по большому счету. Можно сколько хочешь рассказывать, там, пенальти нам поставили здесь, там, но вы сами ничего не забили. Где ваша агрессивность? Ну, точнее, хорошо, что вы агрессивно играете, а толку так это, кому хорошо? Ну, я пока не вижу, в чем они там сильно добавили в агрессию, но хорошо, они всегда славились агрессивностью. При всех тренерах практически они играли агрессивно, но с кем туда больше намного забивали, чем сейчас. По азиции ничего не поменялось, да? И по большому счету качественного сдвига в игре тоже. Угу. Ну, мне так кажется. И вернулся Газизов в Уфу, уже точно генеральный директор. У вас нет ощущения, что Уфа сейчас, ну, понятно, обо, да, последний? Уфа главный претендент на вылет прямой. Учитывая то, какой у них... Сходить из их календаря и... Там очень жестко все. У кого сколько очков они набрали? Ну, наверное, да. Ну, он, наверное, и пришел для того, чтобы как-то исправить эту ситуацию и постараться в стыки хотя бы залезть. Угу. Там тяжело будет. Ротор тоже просто так не отпустит эту ситуацию, да? Там по четыре очка у них разница, если не ошибаюсь. А есть еще Тула, которая сейчас выиграла, да? И захочет, наверное, развить свою преимущество. Угу. Ну, да. То есть, ему будет тяжеловато. А вопрос непосредственно не по футболу, но... И еще самое, что меня поразило... Я Рашида никогда таким деморализованным не видел, как после Рубина. Угу. Он всегда, он горит, и поражение там воспринимает, огненно, скажем так, да. А здесь он как-то так отрешен на все это. Ну, поговорим. Хотя, может быть, его команда до этого видела в другом состоянии. Может быть, и как-то это для них тоже подействует, что это главный тренер уже в таком состоянии. Наверное, что-то нужно и нам менять. Угу. Вы привлеку делали себя от коронавируса? Нет. Почему? Ну, я же болел, поэтому у меня были эти антитела. Антитела. Да, я сейчас не знаю, зергут они или не зергут. Но вот я не понимаю пока. Либо подождать новую, либо сделать эту. А что с этой не так? Нет, все так просто. Ну, там, жена, специалист большой в этом. Что вы видите, да? Ну, она все отслеживает, отсматривает. Интересно, она знает. Типа следующее, там, Эпифак, это фарма, которая выходит, да? Она, типа, более живая вакцина. Ну, не знаю. А это что значит более? А это... Да я сам особо не понимаю. Мне кажется, ну, сейчас это все прививаются к спутникам. Вроде нормально. Ну, да. Но у нас есть, если что, всегда супер доктор без углов, которые всегда подскажут, что правильно, а что нет. А что сейчас супер доктор подсказывает? Ну, они вон привились с главным тренером сборной. У них зергут все. Но футболисты как-то не спешат, футболисты не спешат следовать примеру супер доктора. Наверное, объяснят сейчас. Они же не были до этого долго. Нет, просто... В контакте. Ну, да. Ну, то есть мы же понимаем, что это фактор риска, как бы, да? То есть, если не сделаешь прививку, то во время евро у тебя фактор риска получается. Ну, поэтому, наверное, объяснят все, четко разложат. И уже там люди примут решение. А может быть, в обязательно принудительном порядке. Или добровольно принудительном. Ну, да. Если не сделаешь прививку, то на евро поедет Джиров. Второй момент я у вас хотел спросить. Вы смотрели фильм «Стрельцов», тот, который Александр Петров главной роли? Почему? Просто не смотрел. Неинтересно. Неинтересно из-за критики, которая была в фильме? Нет, просто неинтересно. Я особо фильмы не смотрю. Только на YouTube. Понятно. Спасибо большое.